Приветствую тебя на своем канале, с тобой вновь Олич Гуд и в этом видео уроке я хочу научить тебя создавать реалистичный эффект взрыва. Для данного урока понадобятся футажи осколков, тут у меня их два слоя, а также футажи белого дыма, их у меня пять слоев. Ну что же, приступим? Поехали! Футажи дыма Начинаю с футажей дыма. Выбираю один слой с дымом, нажимаю Ctrl-T, уменьшаю его до нужных мне размеров и располагаю так, как мне нужно. Также применяю режим наложения экран к данному футажу. Проделаю все эти же действия с остальными слоями дыма. Применяю ко всем режим наложения экран и располагаю их так, чтобы создать облако взрыва. Также можно сдублировать слои Ctrl-J, если их не хватает, отразить их по горизонтали, изменить размер и расположить в другом месте. Если в некоторых местах получилось много белого цвета или нужно убрать лишние детали дыма, то просто применяю к слою с дымом маску и инструментом кисть с черным цветом маскирую по маске все лишние детали дыма, регулируя непрозрачность и нажим кисти. Создаю новый слой, выбираю инструмент кисть, черный цвет, жесткость кисти ставлю на 0%, применяю к данному слою режим наложения линейный затемнитель. Уменьшаю непрозрачность и нажим кисти до 15% и начинаю прорисовывать тени у дыма, затемняя различные участки. Таким образом дым приобретает объем, а также черный цвет гарит, как после взрыва. Далее создаю новый слой и применяю к нему режим наложения перекрытия. Выбираю данный коричневый цвет, у инструмента кисть непрозрачность и нажим ставлю на 100% и закрашиваю этим цветом весь дым. Все лишнее с краев стираю инструментом стерка. Иду опять, создаю новый слой, применяю к нему режим наложения жесткое освещение. Далее выбираю инструмент кисть и темно-оранжевый цвет. И опять же начинаю закрашивать весь дым. Уменьшаю заливку у этого слоя до 57%. После можно посмотреть, насколько объемным получился взрыв и насколько затемнены его участки. Если не устраивает результат, то можно доработать, затемнить еще сильнее. Далее перехожу к внедрению осколков в взрыв. Выбираю слой с осколками и располагаю в нужном мне месте, меняя ихний размер с помощью комбинации клавиши Ctrl-T. Также слой с осколками можно продублировать, Ctrl-J. Применяю к слою с осколками маску и черным цветом маскирую лишние детали. Далее разворачиваю группу с дымом и начинаю перемещать туда слои с осколками. Размещаю их между слоями с дымом. Ориентируясь на изображение, я методом подбора располагаю слои с осколками под теми слоями с дымом, под которыми меня устраивает результат отображения осколков во взрыве. Если где-то нужно проявить сильнее осколки, то по маске маскирую немного дым. Также по маске маскирую лишние части осколков. Если нужно разместить больше осколков, то просто дублирую предыдущие слои с осколками Ctrl-J. Переношу второй заготовленный слой с мелкими осколками, уменьшая его Ctrl-T и располагаю его в нужном месте на изображение, а также не забывая его расположить между нужным слоем дыма. Применяю к данному слою маску и инструментом кисть маскирую лишние осколки. Также мягкой кистью по маске маскирую наполовину куски осколков, чтобы создать видимость того, что они наполовину скрыты облаком взрыва. И в итоге получается такой вот крутой реалистичный эффект взрыва. Если ты хочешь научиться еще создавать различные эффекты, либо просто обучиться чему-то новому в фотошоп, тогда обязательно подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также не забывай ставить лайк этому видео и оставлять свой комментарий. Поддержи мой канал, я буду очень тебе благодарен. Увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok